Аллилуйя! Вторая часть сегодняшняя, ну, уже пятая, получается, часть семинара Межтеснинин. Сегодня 19 августа, 2018 год. Слава Богу! Ну, а в библейском исчислении сегодня седьмое. Число месяца Аф. 5778 года от Сотворения Мира. Да, сейчас будут подключаться уже. Спасибо всем огромное за поддержку, за молитвы ваши. Участвуйте финансово также. Это очень важно в служении. Не только словом, но и делом. Если кто не знает, как это сделать, то под этим видео будет информация. Под всеми этими видео на Ютубе есть информация. Так что, будьте внимательны. Так, тоже разрядилось уже. Хорошо, друзья, включаю прямой эфир. Мир всем вам! Аллилуйя! 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 Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Пятая часть семинара, который я назвал «Межтеснин». И вчера говорил как раз об этих, собственно, теснинах. И сегодня я прочитал из послания, в предыдущей части, из послания апостола Павла в Коринф. И ваше внимание, хочу на что обратить, то на то, что апостол Павел, еврейский апостол, посланный к язычникам, к неевреям, он, рассказывая о событиях жизни Израиля, той древней, казалось бы, истории Израиля, он говорил, что то, что написано об Израиле, о детях Израиля, это все написано нам, в наставлении, в назидании. И это очень важно понимать. Очень важно это осознавать вообще. И вот, значит, почему? Дело в том, что Коринфине, я не знаю, на небесах так уже узнаем мы, как они там до конца, не ясно, как они там реагировали на все это. Как они, да, насколько они это все искренне приняли. Ну, читая второе пост, они там уже кое-что понятно становятся. Но прошли столетия, и вот от Коринфской церкви впоследствии ничего не осталось там, да? Как и другие малоазиатские эти церкви исчезли. То есть, видимо, как бы предостережение, будем так говорить, ну, может, на те поколения их и хватило, но последующие верующие, к сожалению, видимо, не внимательны оказались к этим предостережениям апостола. Особенно уже в более позднее время, я имею в виду уже второе, третье столетия, вот, и еще в большей степени уже четвертое столетие и дальше. Я провожу занятия, семинары такие по истории христианства, и, знаете, изучая историю христианства, через призму писания, пересматривая ее, переписывая историю, чем я занимаюсь, собственно, переписывая историю глазами Бога, как бы. А почему, каким образом мне это удается? Читая писание, вникая в себя и в учения, занимаясь им постоянно, я не только себя спасаю, но и слушающих. И вот, и что интересно, занимаясь этим постоянно, вникая в себя и в учения, в Слово Божье, я переписываю историю глазами Писания, глазами Библии, Божьего Слово, и что я увидел? Одно из первых моих таких неприятных откровений. Вот. Ну, потому что хорошо, конечно, хорошее из Писаний видеть, да, но плохо, когда видишь плохое в истории Церкви. И скажу так, что христианская Церковь в своей истории, вот, двухтысячелетней, умудрялась и умудряется наступать на те же самые грабли, на которые наступал народ Израиля. На те же самые грабли и сделать те же самые ошибки, даже еще худшие еще ошибки, еще большие ошибки. Это большая беда. Знаете, друзья, выход у нас один. Ну, есть такое выражение, что история учит тому, что ничему не учит, да? И скажу так, это правда. Но для верующих есть хорошая новость. Если мы действительно имеем ум Христов, то тогда мы в лучшем положении, мы можем учиться на ошибках, на примерах и своих ошибках, и окружающих, и библейской истории. Когда мы читаем, допустим, библейские истории или, допустим, историю христианства изучаем, я всегда говорю братьям, сестрам, будьте внимательны, пожалуйста, будьте внимательны. Старайтесь избегать вот этого злого духа, осуждения, что вот если бы я был бы в то время, то я бы не поступил бы так, а поступил бы сяк. Ой, кто его знает, как поступил бы ты или я. Вот. У нас сейчас свое время, в которое мы должны поступить правильно по-божьему. И знаете, что я понял? Что учиться мы можем иметь, и лишь имея ум Христов. Лишь в духе Христа, Христовом. Лишь действительно принимая Христа в свое сердце и погружаясь в его святую любовь. Слава Богу. Вот. И какие проблемы вот в эти дни межте с ним, что мы вспоминаем? Я уже говорил, да, не раз уже на этом семинаре. И вчера, и сегодня мы вспоминаем разрушение храмов. Первого храма, второго храма. Да, конечно, по милости Господней мы живем в эпоху уже третьего храма. Слава Богу. Господь милостив и благ нам. Мы живем в эпоху третьего храма, Божьего храма, третьего. Если первый, второй были разрушены, то этот уже не будет разрушен никогда вообще. Все, он вечный храм. Потому что он строится из других материалов строительных. Он строится не из бревен, не из камней. Он строится из живых людей, из живых камней. И этот храм строится уже два тысячелетия. Стройка тысячелетий. Основанием его Иисус Христос является и куполом его является сам Иисус Христос. Вот. И слава Богу. Конечно, в этой стройке тысячелетий всякое было. Были и эпохи, времена деформации, деградации, долгостроя такого, как бы, да, и запустение мерзости, и, казалось, проще уже снести, чем реставрировать что-то. Но, по милости Господне, пять столетий назад, уже больше, чем даже, вот, осенью будем уже отмечать 501-ю годовщину, 501 год уже со дня начала Великой Октябрьской христианской реформации 17-го года, да, 1517-го. Потому что, действительно, кривая история христианства до 1517-го года, до того, благословенного 1517-го, она больше или меньше катилась вниз, эта кривая. Но, кривая история после того, 1517-го, она стала больше или меньше, но подниматься уже вверх. Восстановление началось, эпоха восстановления, эпоха реформации. И это прекрасно, слава Богу. Можно вспомнить времена реформации в Израиле, потрясающие, царя Езекий, можем вспомнить, потрясающие истории пробуждения духовного в 4-й царств в 18-й главе, да, в других главах. Это все нам говорит и другие истории реформации. Да, конечно, в истории Израиля мы читаем из Библии и деформации, и деградации народа Божьего, но и реформация. То есть, реформация это не выдумывание нового, это восстановление, это покаяние, исправление, работа над ошибками. Вот что и требуется сегодня нам. В наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, очень важно действительно нам взяться за ум, потому что к нам идет ревизор. И не инкогнито, как первый раз, да, а придет и не в безмолвии грядет Господь. Он грядет на облаках, Бог грядет на облаках. И время начаться с Дома Божьего. Да, друзья, и дамы и господа, время реформации. Поэтому очень важно, я хочу в этой части, вот в этих оставшихся двух частях этого семинара, вот сейчас и в следующей части кое-что рассказать очень важное. Чем поделиться хочу? Какие проблемы привели к проклятиям таким? Вот мы говорим межтеснин, да, я говорил вчера, допустим, что межтеснин это как бы граница, да, граница заповеди Бога, благодати Божьей, да, любви Божьей. Если мы уже в приграничной зоне, то уже напряжение чувствуется, и верующие люди всегда в таком уже напряжении. Внимателен духовный мир к нам все больше и больше, и проблема в этот момент очень серьезная обычно, человек задыхается в этот момент, и происходит это по нашей же глупости, не по Божьему хотенью, не по Всевышнего велению, а по нашему похотению, потому что каждый обольщается собственной похотью, вот, увлекается, и действительно каждый верующий это может констатировать, книга, песни, песни об этом очень хорошо рассказывают, когда возлюбленная там она не захотела там открыть, потом бросилась изыскать, одна вот в ночном городе ее избили, вот такая история, когда мы уходим за границы, за периметр Божьей благодати, Божьей любви, а когда с женихом невеста, то кто же ее тронет-то, вот, да, вот так вот, и как в той еврейской песне поется, в сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь над всей вселенной, господин и царь над всей вселенной, в сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь над всей вселенной, господин и царь над всей вселенной, только, только ты один для меня, и не другого только, только ты один и я тебе, господь, принадлежу. Кстати, вот следующий месяц Эл-Луль, он последний месяц, если брать, вот Роша Шана, вот, значит, это имею в виду, то он, аббревиатура, вот как раз из книги Песни Песней, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне, они ле-те-ди-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. Спасибо за твое присутствие, Господь, спасибо за твое благословение, за всех, кто подключался, вот, и подключается, кто в записи потом это все смотрит, благоставляю всех вас во имя Господь. И Бог нас создал действительно для себя. Господь не хотел рушить храмы те, и первый храм, он стоял бы вечно, и второй храм, он стоял бы вечно. Но мы, люди, грехами своими совершаем подобное, увлекаясь всякой похотью, уходя от Господа. И в этот момент мы оказываемся, в определенный момент оказываемся за периметром Божьей защиты, Божьей благодати, Божьей милости. И пиши пропало. И вот, я вчера зачитывал, да, эти моменты. Храм был разрушен, первый. Почему? Из-за грехов наших, из-за идолопоклонства, из-за многобожия. Храм был разрушен, большая беда. Затем было покаяние, реформация, такое покаяние, восстановление храма, строили вновь все. Кто-то плакал, конечно, потому что, старики плакали, потому что никакое сравнение не шло с тем, что было первым храмом. Вот. Ну, поначалу-то все так было. Кто-то радовался, ну, хоть что-то, хоть как-то, знаете ли. Но затем, как говорится, не в раз Москва строилась, и храм тоже не сразу строился, постепенно, постепенно, понемногу. Люди жертвовали, евреи несли, несли, несли туда золото, все. Вот. Цари жертвовали. Вот, Ирод великий, допустим, да, он вошел в историю, как Ирод. Да, да, брат, Вениамин, да, реформация, это прекрасно, деградация, это ужасно, а реформация, это прекрасно. Деформация ужасная, реформация прекрасная. И всегда это, хоть в истории Израиля, хоть в истории церкви, это всегда так. И Ирод Великий украсил храм, второй храм, прекрасно. Но когда Иисусу показали, обращали акцентировать внимание на этот храм, то он сказал, что, ну, опять-таки, по грехам камня на камне не останется, все будет разрушено. И, конечно, ученики были в ужасе, я представляю себе их. Ой-ой-ой, как это может быть? Как это может быть? Это просто ужасно, но так оно и произошло впоследствии. Потому что дом Божий, это дом молитвы. А люди превращали всегда его в вертеп разбойников. И в новозаветную эпоху так же самое. То же самое. Дом Божий, дом молитвы в вертеп разбойников стали превращать. Скажите, Максим пишет, пожалуйста, как и что говорить людям, которые уходят в РПЦ? Ну, так же, как и всем остальным, должно родиться свыше, должно спастись. Потому что РПЦ, как и подавляющее большинство православных юрисдикций, канонических, неканонических, они, значит, ну, духовно мертвые, будем так говорить. К сожалению, к сожалению, к великому сожалению, при скорби. Подавляющее большинство нашего брата священника, священства, люди невозрожденные свыше, не знающие Бога, не знающие, как правило, даже и Слово Божье. А даже если и знающие Слово Божье, Библию, ну, по крайней мере, семинарская скамейка, кое-что помнящие, то реально люди духовно мертвые, невозрожденные. Вот, это бы самая большая беда. Поэтому всем должно родиться свыше. Говорите о Христе, говорите об Иисусе. Хотя религия христианская делает страшную работу очень. Она как бы прививку совершает духовному организму, как бы прививку против духовного рождения, против духовного перерождения. Я это сравниваю всегда с такой прививкой. Даже если переболеет каким-то духовным пробуждением таким человек, то в легкой форме, как бы, ну, сыпушка высыпет и все, как бы, не затронет, не умрет он. А это большая беда. А человек должен умереть, ветхий, новый должен воскреснуть. Без духовного рождения свыше, перерождение. В протестантском мире бардакты, а у нас в православии еще хуже. Вот, и поэтому всем должно родиться свыше. А РПЦ, я сам просто выходец с РПЦ, поэтому я, как бы, почему больше говорю об РПЦ, МП, то есть русской православной церкви, для тех завителей, кто не в курсе, не в теме, как бы, да. Это РПЦ, МП, это такая аббревиатура, расшифровывается как Русская Православная Церковь Московского Париархата. Вот, в 87-88 годы я начинал там свое служение. Первая степень священства тогда моего была, это чтеца. Значит, потом дьяконствовал, потом стал священником. В конце 91-го года стал священником в Рязани. Как чтец, как дьякон и подьякон я служил, значит, в Орловской, в Московской областях. Как священник и иерей, уже настоятель храмов, служил в Рязанской области, потом в Брянской области. Вот, до 96-го года моя жизнь была связана плоть от плоти, кость от кости с РПЦ, МП. Но, знаете ли, в 96-м году по идейным соображениям я вышел из этой структуры, коррумпированной, криминальной, очень пошлой, загнивающей структуры. Я говорю, что люди разные везде, везде люди разные, конечно. Значит, много искренних людей в РПЦ, но они готовы тебя даже убить за веру. Но, должно родиться свыше. Максим пишет, вы свою книгу издали, издавал уже, значит, свое свидетельство, называется «Мой путь к живому Богу». В интернете можете набрать, в электронной версии, там, значит, на разных сайтах я обнаруживаю ее. Я дал ее в свободное плавание, то есть, пожалуйста, перепечатывайте ее, распространяйте. Вот, значит, все права на видео, аудио, печатную продукцию, все проповеди мои, учения, это все, все права отдаю Господу моему искреннику. Иисусу Христу, потому что это все его. Это все от него и во славу его. Никаких авторских прав, своих личных, я не имею. Я от них отказался. В 96-м году принял такое решение. Вот, и, в общем-то, держусь этого правила до сего дня. Вот, что никаких моих прав, нет, все права только моему Спасителю Господу принадлежат Иисусу Христу. Абсолютно. Вот, значит, любая моя проповедь, любые мои учения распространяйте любым образом. Абсолютно любым образом. Потому что, значит, это, ну, я принял от Господа. Вот, значит, и если я и материально живу каким-то образом, то это от пожертвований. Вот, допустим, один из братьев, вот недавно, он как раз вот позавчера писал, вчера, что хочет перевести. Получил я вот сегодня как раз, значит, перевод по Манни Грэм. Манни Грэм, здесь в Киеве, вот я зашел в банк, значит, он прислал мне, значит, там, координаты эти, и я получил деньги. 200 евро переслал. И он мне написал, этот брат, что, говорит, что вы, говорит, не представляете, как мне ваши лекции, ваши семинары в жизни помогли. От чего они меня освободили. Да, я говорю, я ему написал, значит, что, говорю, я говорю, в Духе Святом я прекрасно понимаю вас. Почему? Потому что я сам вышел из такой клааки, из такого горнила, по милости Господней. Конечно, многие встречают меня и говорят, ты до сих пор живой еще? Не может быть. Вот, уже много раз и убить хотели всячески. Поцелали уголовников, заказывали меня киллером, уже два раза случаи были такие. Это все потом вскрывалось. Всякое было. И духовно меня пытались убить, значит, заживо отпевали, там, значит, там, оккультизм. РПЦ, МП очень сильно оккультная традиция, к сожалению. Вот, но Бог хранит до сего дня. Я знаю, что ничего не смогут сделать, пока, значит, Господь не скажет. Пока Бог не определит уже взять меня из этого мира. Поэтому до последнего своего издыхания, пока я уйду с этой земли, я буду говорить истину Божьего Слова. И указывать на моего Спасителя Иисуса Христа. Мы так отвлекаем вас от темы, вы не успеваете рассказать тему. Я из Беларуси, да, да, сестра. А я вообще, я художник, я всегда в отвлечениях. Есть люди, которые очень умеют концентрировать внимание четко и не отвлекаться от темы. А я художник, я по своей специальности, даже доцерковная моя специальность, до 88-го года, я художник-оформитель и я живописец. И для меня вот это все, эмпрессио. Да, Максим пишет, расскажите, пожалуйста, о реформации православной церкви, как, в чем отличаются от канонической, канонизированной церкви, да. Вениамин пишет, так как православие имеет популярность в бывших странах СНГ, но оно редко призывает людей к покаянию, а это главный призыв Господа. А только обряды, нет пробуждения людей, чтобы они жили не обрядами. Да, Вениамин правильно пишет, вот это частично отвечает на вопрос, как раз вот Максима, предыдущий вопрос, потому что главное отличие вот как раз вот нашего братства, нашего такого неформального братства, да, нашей юрисдикции, не канонической нашей церкви православной, наше реформаторское православное движение, отличие, что указываем на Господа Иисуса и провозглашаем веру апостольскую, веру древнюю, веру христианскую, что ни в ком другом нет спасения. Никакой святой не спасет, ни Богородица, ни святые никто не спасет. Вот, значит, от многобожия, вот я как раз, собственно, вера, не расстраивайтесь из Белоруссии, потому что я, значит, как раз, получается, отвечаю, продолжаю, как бы, отвечаю на вопросы, продолжаю то, что я хотел, как раз, и сказать, собственно. Христианство, в христианство пришли многочисленные ереси, о которых я рассказываю в семинарах своих по истории христианства. Историю церкви, Максим спрашивает еще, тоже издавал ли я. Я издавал сборники статей в 2003 году, давно уже, 15 лет прошло, а так публикую видео, аудио, пишу статьи, все в интернете публикую, печатно, потому что не имею возможности, финансовый такой пока. Но, надеюсь, получится финансово издать сейчас сборник статей, вновь 15 лет спустя, переиздав сборник статей, но уже отредактированный и прочее. И там как раз я об этом же и говорю. Многочисленные ереси какие пришли? Многобожие, во-первых, многобожие. Это многобожие можно назвать неправильную, ложную веру в то, что можно молиться кому-то еще, помимо Бога, во-первых, и, соответственно, неправильную, из этого вытекающую неправильную практику. То есть молитва кому бы то ни было, помимо Господа, Бога всемогущего. И в теории, и в практике многобожие являются страшным злом. Когда Господь де-юре, де-факто это всегда было, с самого начала творения, но де-юре это стало законом для нас в книге Исход 20 главы. Мы читаем в 20 главе, что я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Вот, и с того момента, с перстом Богом это было все записано, и с того момента эта заповедь стала уже де-юре заповедью. А с самого начала творения, с бытия, с первых глав, это все де-факто, до Великого Исхода. То есть 3330 лет тому назад, во время Исхода, это стало де-юре заповедью, как и все другие заповеди. А де-факто они были всегда с самого начала, с самого творения. То есть Бог создал нас для себя, и хотя там на горе Он мог бы сказать и мог бы написать, что я Господь Бог твой, который создал тебя, который создал весь этот мир. Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Но Он записал и сказал иначе, Он сказал, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Почему? Это очень важный момент, но это тема уже следующего семинара, который будет чуть позже, о заповеди Божьих. Вот, значит, но я бросаю вам вызов, подумайте над этим, поразмышляйте. Вот, и только без гугла, в Духе Святом поразмышляйте, это намного полезнее. И, так вот, и нарушение этой заповеди первой, да, запрещающей многобожие, многим людям заповеди кажутся чем-то обременительным. Таким, ну, тягар, так вот, знаете, вот такая тяжесть, такая вот, то, что давлеет над человеком. На самом деле это ограда, вот, это защита, это защита благодати Божьей вокруг нас. Это пребывать в эпицентре Божьего присутствия, Божьей благодати, Божьей милости, любви Его. Вот, и очень опасно нарушения, почему, чем они опасны. Мы попадаем за периметр, выпадаем за периметр Его благодати, Его защиты, Его любви. И становимся, знаете ли, порой в очень сложной такой ситуации, под ударами врага. Конечно, Бог по милости своей, Он даже, как я вчера говорил, рассказывал о притче, да, вот Иисуса, овечку, убежавшую куда-то там, потерявшуюся, Он идет и ищет, и находит, и спасает, да, слава Богу. Вот, Он очень милостив, Он человеколюбив, но не будем искушать Господа, как вот читал я сегодня из посланий Коринфянам апостола Павла. Вот, зачем? Оно нам надо? Оно нам не надо. Зачем? Вот, зачем нам строить отношения, знаете ли, делать нервы Богу? Зачем нам и себе строить отношения с Богом, вот, на нервах таких? Зачем? Для чего? Искушать. Вот, лучше жить в любви, любовно, мирно, в благодати, в любви, в согласии. Греки называли это элеутропион, соотношение человеческой воли и Божьей воли. Это прекрасное соотношение. Как Иисус говорил, не моя, но твоя воля, да, будет. Вот, и Израиль, именно как раз из-за многобожия, и потом также нарушение второй заповеди. Кстати, первая, вторая заповедь, эти первые две заповеди, они обычно, знаете ли, они всегда рядом. Кто нарушает одну, он тут же и вторую, как паровоз цепляет сразу. Вот, поэтому, когда молится кому-то еще, то неизбежно это привлекает идолопоклонство. Нарушение второй заповеди неизбежно. Вот, рано или поздно. Но есть некоторое отличие. Нарушение второй заповеди связано непосредственно с поклонением и почитанием предметов, изображения. В том числе, допустим, икона. Икона, это у меня, этот, хоругв, церковное знамя сейчас. На мне тоже есть изображение. Я не рекомендую делать подобные изображения и носить их на себе не рекомендую. Крестики носить даже нательные не рекомендую. Значит, но если они есть, как, допустим, вот в моем случае, ну, назвался грузднем полизай в кузовок, Бог призвал к такому служению. Но эти вещи пограничные, это межтеснин. Это вещи пограничные. Знаете ли, я почему не рекомендую? Потому что, ну, оно вам надо. Зачем искушать Господа? Знаете ли, я, но я не искушаю Господа вот этими вещами. Но я понимаю, что я хожу по лезвию бритвы. Здесь одно неловкое движение и все. Как говорится, привет родителям. Как вы думаете, Сергей, мы живем в эпоху проближения, пришествия Господа? Ну, конечно. Еще 2000 лет назад об этом было сказано. А сейчас уж подавно. Господь грядет. Вам так проще проповедовать в нашей культуре? Да. Я теперь это больше и больше понимаю. Вот. Но Богу виднее все. Он призвал, поэтому вопросы к нему. Хотя, честно говоря, мне порой кажется, что проще снять эту рясу. Я ее часто снимаю, но нехорошо это я делаю. Потому что я потом прошу Бога прощения. Потому что он призвал меня. Ну, взялся за гушь, не говори, что не дюжь. Вот. Если уж назвался грузнем, полезай в кузовок. Делай, делай. Делай, делай. Правильно. Вот. Проклят кто-то, кто... То есть он находится в очень опасной ситуации, человек, приграничной такой зоне как раз. Или даже выпадает за границу этой Божьей благодати, милости, защиты. Кто делает дело Божье небрежно. Как бы так, спустя рукава там или как-то по-своему все делают. Так вот, и многобожие идолопоклонства. Вот я сейчас разъясню. Это не сами изображения даже. Хотя это вещи пограничные. Лучше не делать даже изображения и не иметь их вообще. Лучше. Безопаснее вообще. Безопаснее. Вот. Но если есть в наших церквях, допустим, подобное, да, то я учу. То если это есть, то, пожалуйста, не поклоняйтесь и не служите. Им. Потому что из «не делай» есть исключение определенное. Да, значит, но из «не поклоняйся и не служи» им нет никакого исключения абсолютно. Поэтому идолопоклонство – это очень опасная вещь. И там говорится, что проклятие как раз не только человек свою душу губит идолопоклонством. Если, допустим, я буду целовать икону, как раньше я делал, в безумии своем, до 96-го года. Вот. Я носил крестик, допустим, да. Ну, на перстный крест у меня был. Это фанагия, это епископская там, медальон такой. Носил на перстный крест. Но кроме того, у меня был еще натильный крест. И я полагал, что это мое благословение, защита определенная. Знаете, вот отношение как вот к талисману, оберегу. Хрен редко не слаще. Что талисман, оберег в язычестве, что крестики и прочие там всякие эти вот, как называется, пояски там всякие с молитвами, там что-то еще. Если человек думает, что это его защищает, оберегает что-то такое внешнее, то это большая беда. Это идолопоклонство. Вот, и целование икон, крестов, там, и мощей, и прочей мерзости. Это все есть элементы именно как раз религиозного культизма, мракобесия. И, в общем-то, о, Израиль много выстрадал. И церковь христианская, к сожалению, в своей истории попала в те же самые ссылки. Но, дамы и господа, сеть расторгнута, и мы избавились. Каким образом? Благодаря Иисусу Христу. Благодаря Господу. Поэтому для всех, даже самых запутавшихся в религиозных, вот, писал брат, как говорит людям с РПЦ. Да, если люди даже запутались очень сильно в религиозных этих заблуждениях, говорите истину. Рассказывайте людям о Христе. Являйте Христа народом. И мы видим чудо каждый раз. Молитесь за больных, исцеляйте больных, очищайте прокаженных, воскрешайте мертвых, провознашайте Слово Божье, пророчествуйте. И это великое чудо свершается. Слава Христу. Слава Богу. Да, здесь у меня пишется, что сейчас уже батарейка. Низкий заряд батареи. И сейчас может прерваться все у меня. Так, мне надо каким-то образом... Вот, все. Ага, пошла зарядка, пошла зарядка, все. А то... Так. Вот. Слава Богу. И, конечно, я делюсь своим свидетельством и рассказываю тоже об истории христианства. И как христианство тоже, как и Израиль, оказалось меж теснин, будем договорить. В этой западне врага, при граничной зоне и даже уходило за границу, за периметр Божьей благодати, Божьей милости, Божьей защиты. Как вчера я рассказывал, пример, да, насчет зонтиком. Когда под зонтиком, да, защищаешься от дождя, но выходишь, уже намокнешь. Вот так вот. Какую книгу посоветуете прочитать о внедрении православия и язычества? Вот, таких книг много уже, слава Богу, много. Вот. Ну, не так много, как хотелось бы, но... Какую же? Сейчас не могу вспомнить даже. Вот это «Звитки в сердце зьябылосье». А кто написал-то, я не помню. Откуда все это появилось? Вот наберите там, откуда все это появилось. Один баптистский пастор, или кто он, проповедник баптистский, да, значит, написал. Очень популярная такая брошюрка, популярная книжечка такая, которая помогает. Ну, там есть некоторые неточности, к сожалению, и есть некоторые погрешности. Вот. А, Рогозин. О, точно, спасибо, Вениамин. Рогозин, Павло Рогозин, Павел Рогозин. У меня на украинском есть и на русском языке. Я читаю с удовольствием на русском и на украинском. Вот. И очень хорошая книга. Она чем хороша? Проста, популярна. Вот я сам хочу научиться такой простоте изложения. Знаете, и краткости, которая сестра таланты, как говорится, да. Вот. И сейчас работаю над сборником статей. Тоже, вот я уже говорил, да, выше, что хочу издать таки сборник статей, переиздать. Но даже это будет как бы новое издание. Потому что не переиздание того, 2003 года издание, а уже исправленное, переделанное. И даже некоторые статьи будут убраны, и другие будут уже статьи некоторые. Вот. Слава Богу. Славянск, Донецкая область, Украина. Привет большое. Слава Богу. Аллилуйя. Максим, да, благоставляю вас. Молимся. Вот. За восток Украины молимся. О мире. Слава Богу. Да. Пусть Бог благоставит. Даст Бог, послужу вас снова Словом Божьим. Давно я служил. В Славянске проповедовал Слово Божье. В каком году-то я не помню даже. В конце 90-х. Был там последний раз, будем так говорить. Где-то так. В конце 90-х. Вот. Как раз, да, помню служение. Там в ДК в одном большом, значит, служение было. И в Доме молитвенном собрании было. Вот. В двух церквях там даже проповедовал. Очень понравилось, помню мне. Вот. В Донецкой области у меня даже там, кстати, как выяснилось, есть некоторая родня в Торезе. Была, по крайней мере. Сейчас. Ну, наверное, тоже есть какие-то родственники. Там, значит, Ибрагимова, Ахметова. То есть, я же татарин по матери. И татарский. Я татарин из Казански, татар, получается. И в послевоенные годы некоторые семьи татарские, они переехали, оказывается, туда. Значит, вот и в Торез, в частности. Участвовали там в стройке, в работе. Ну, то есть, работали там. Вот. И так и остались там, осели там. Некоторые вернулись, татары, снова в Татарстан. А некоторые остались там. Вот. И мне вот недавно сообщили, что оказывается, там какие-то даже далекие родственники. Там, значит, там моей мамы, там дядя уехал там туда. Вот, значит, вот так вот так, что у меня в Донецкой области мог быть даже как раз и, оказывается, родня. Татарская моя родня. Надо будет поискать в Крыму, потому что, значит, моя бабушка, Миньбану, ее звали. Она сама, ну, по сути, она татарка казанская, как бы, да, но она считалась крымской татаркой. То есть, у нее даже произношение было немного другое. Татарский, он очень такой сообразный язык, но и крымский татарский, он чуть отличается. Таким, допустим, пчак. Нож это пчак, да, а у них пчак. Как-то пчак как-то у него. Другое произношение совсем. Вот. Вот так вот. Я люблю проповедовать татарам, мусульманам. У меня большая татарская семья. Еврейская, очень маленькая семья, фактически вся вымершая. Вот. Отреклись от корней своих, к сожалению, мои родственники еврейские. Вот, в свое время в революцию с головой окунулись. Вот так вот было дело. Вот. И возвращаясь в тему, извините меня, художника, возвращаясь в тему, скажу, что действительно Израиль много выстрадал. Но выстрадал для того, чтобы действительно показать людям всей планеты, всех национальностей, именно о том, как нельзя поступать. Чтобы мы не грешили. Взирая на их пример. Максим пишет. Расскажите, пожалуйста, как мессианские евреи относятся к Иерусалимскому патриархату. Да и вообще, как они о них думают. Это вопрос лучше задайте самим мессианским служителям. Особенно вот туда вот Кимо, киевская еврейская мессианская община. Вот. Но насколько я знаю, вот, из уст Бориса Улуча Грисенко и других некоторых служителей мессианского братства. Вот. Я сам, как мессианский еврей, так общаюсь, стараюсь общаться. Хотя это не мое, как бы, главное служение, но одно из моих служений тоже. Масихитское мусульманское служение мое и мессианское и иудейское служение тоже мое. Но приоритетно для меня всегда мое служение первое. Это православное реформаторское служение. Так. Так, почему-то сообщение опять, что низкий заряд батареи. Почему-то заряд не идет. Ну ладно. Технически что-то мне здесь неисправно. Ну ладно. Бог позволит. Вот. Кто вз... Если онлайн есть киевляне, или же потом в записи, кто посмотрит, из киевлян, сейчас нужен компьютер. Нужен стационарный компьютер. Можно и ноутбук, но такой, который бы, ну, работал бы швидко. Это потому, что он у меня, значит, очень медленный. Для работы с текстом хорошо. То есть я набираю текст хорошо. Но нужно такой современный. Потому что приходится работать с видео, и все время все виснет и зависает. И как бы... Ладно. Бог усмотрит. Все. Поэтому, если что, то свяжитесь со мной. Напишите мне обязательно. Хорошо. Кто слышит, увидит. Или у вас есть друзья какие-то в Киеве, там, в области киевской. Напишите им. Хорошо? Все. Вот. И молюсь за масихидское мусульманское служение, за мессианское иудейское служение. И за реформаторское, и за евангельское, и за евангельское христианское братство в целом. Я обычно так говорю, что всем нам верующим, независимо от того, кто мы, какой мы конфессии, динаминации, если мы даже православные, то мы должны быть именно евангельские мыслящие, библейские верующие люди. Поэтому, я, кстати, Михаил Степановича Паночки, здесь, значит, епископу украинскому, пятидесятническому, я наши газеты старые давал, целую подшивку, будем так говорить, газет старых. Вот. А там в шапке газеты, то есть, ну, под названием, там Живая Церковь написано, значит, да, значит, Знамя Христа там было еще, ну, в основном Живая Церковь были. Значит, и внизу написано, газета православных христиан веры евангельской. Михаил Степанович, там, в кресле, вот это, да, говорит, ну, как-то так вот выразился он. Я, говорит, сколько уже служу, сколько живу, говорит, сколько служу уже Господу, но такого, вообще, говорит, не бачив, не чув, как-то так. Я, говорит, Михаил Степанович, то ли еще будет, говорю, еще не то увидите, еще не то услышите, потому что Бог благой, аминь. И, действительно, всем нам нужно прийти в единство веры в познание Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава за все, аминь. Да, друзья, давайте вот через 20 минут включусь снова. Хорошо сейчас, потому что нужно, чтобы обработалась эта вот часть видео. Вот, в 18.00 по киевскому времени буду подключаться. С Богом, с миром Божьим. Аллилуйя.